ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ И в каждом поединке вынуждены выжимать из себя максимум. Давления психологического так такового не было. Мы знали, что нам нужно только победу, выигрывать. Поэтому настраивались на игру, на борьбу. Узнали, что игра будет жесткая. Кристалл команда бойцовская. Поэтому настраивались на очень упорную игру. Ну, в принципе, так таковой она и получилась. Оппонент ПСК по 16-му туру, команда Кристалл, соперник с еще большими амбициями. В турнирной таблице кристаллические идут третьими. И, выражаясь спортивным языком, везут ПСК 4 очка. В первом круге команды разошлись с боевой ничьей 3-3, когда Кристалл чудом отыгрался на последних секундах. Для нас нет такого распределения, как удобный и неудобный соперник. Для нас каждый соперник очень серьезный. К каждому сопернику настраиваемся, готовимся. И спустя рукава мы никакому сопернику не подходим. А ПСК – это сильная команда, хорошая, боевая тоже. Минимум риска, максимум внимания обороне собственных ворот. Атакующего, искрометного и многорезультативного футбола трудно было ожидать от команд, которые зачастую действуют на контр-выпадах. Отсюда и закрытый на амбарный замок футбола в первом тайме. Голевых моментов кот наплакал, а забитых мячей и вовсе нет. Мячья 0-0. В перерыве одни делали упор на тактику и схемы, другие – на эмоции. Вот только перерыва соперникам не хватило, дабы поменять все кардинально. 20 минут команды играли так же, как и в первом тайме. Строго в обороне и минимум риска на вражеской половине поля. И еще за 5 минут до финального ССК многим показалось – матч качется к ничьей 0-0. Это было все-таки больше вопрос времени, кто забьет. Поэтому мы немножко, да, немножко как бы решили отдать инициативу вначале, но потом как бы решили пойти активно, и как бы для нас это позитивно сложилось. Старались на каждом квадратном метре поля борьбу не проигрывать. В принципе, первый тайм выполнили установку полностью, во втором уже в концовке начали раскрываться, нам нужна была победа, соответственно, появлялись пустые зоны. Все главные события этого противостояния случились в заключительные 5 минут. Кристалл вышел в штрафной в ворот соперника. Тренерский штаб тут же взял тайм-аут. И именно в этом совещании было решено. Штрафной бьет Елисеев и желательно прямым ударом. Тренер сказал, футболист сделал. 1-0. Но победить вот так за счет одного точного удара со штрафного было бы слишком просто. Едва начав с центра поля, ПСК отыгрался. Благодаря расторопности Тимофея Писарева на пятачке перед воротами Кристалла. И это был последний успех подопечных Николаева. Не успев порадоваться голу, ПСК снова пропустил. Теперь уже фанис Закиров в нескольких метрах от ворот голкипера Павла Нефедова сыграл настырнее всех. А на последней минуте, когда ПСК всем составом пошел спасать свое отечество, капитан Кристаллических Дмитрий Арефьев пустые ворота забил и поставил точку. 3-1 в пользу Кристалла. Мать получилась в футболе, потому что по тактике обе команды играли от обороны. И цена ошибки была очень высока. За счет характера. В первую очередь, это наша основная, основные наши критерии, да, это наш характер, наш бойцовский дух. И мы готовились к такой игре. На такого соперника настраивать не нужно было лишних слов. Результат, конечно, закономерен. Мы играем в Ульяновске. Нам этого достаточно. Мы решили как бы взять качество. А ПСК играет на несколько чемпионатов. Это как бы их не дело. Они решили взять количеством. Вот и все. На матч против Симбирской лидер Суперлиги Мобирейт МЧС выходил уже зная. Даже ничья гарантирует команде золотые награды. Однако коллектив играющего тренера Андрея Злыдарева не стал искушать судьбу и перевыполнил задачу. 5-1. Итоговый счет матча. И Мобирейт после годичного перерыва вернул себе звание чемпиона. Самым результативным игроком в золотом матче стал нападающий Виктор Злыдарев. На его счету хет-трик. Шли, наверное, полгода к этому. И активные тренировки, и проекты у нас были. И ребятам спасибо. Начиная от массажистов наших, которые в команде есть. По безопасности люди, которые снимали. Президентом, руководство МЧС. Всем спасибо за работу такую проделанную. Очень старались все. И шли к этому. А начался 16-й игровой день с того, что смена разгромила юниор. 7-2. Особенно усердствовал новый лидер бомбардирской гонки Александр Костенко. Он забил 4 гола. Всего же на счету капитана смены 22 гола. Его главный преследователь Игорь Ахмедшин забил сегодня только 1 гол. И именно этот точный удар принес Платону трудную ничью с контактором. 1-1. И, наконец, УМЗ ожидаемо одержал победу над Штальбургом. 7-1. Таким образом, за два тура до конца чемпионата Моберет стал недосягаем без соперников и выиграл золотые награды. Зато до Нельзы обострилась борьба за серебро. Президентов 2. Платон и Кристалл. Очков у них одинаково. Но Платон по дополнительным показателям пока находится выше. Остальные команды Суперлиги в спорт за медали уже никак не вмешаются. При этом Штальбург стал первым клубом, который уже точно не сможет сохранить прописку в Суперлиге на будущий сезон. У юниора шансы есть, но они сугубо теоретические. Предпоследний 17-й тур намечен на следующую субботу, 23 марта. Из пяти встреч особняком стоят две с участием Платона и Кристалла. Заочный спор за серебряные награды обещает быть очень интересным. Главное, чтобы соперники нашли в себе мотивацию для борьбы с претендентами на медали. Продолжение следует...